Ну как живется? Вот скажите, как можно жить в селе, в котором нет газа, нет дров? Депутаты, помогите нам, нашей деревне! Село считается неперспективным. Вот минималка 8 тысяч. Приседатель, что приезжает, обманывает нам. Как может нормально развиваться маленький ребенок, если у него нет пространства для игр? Всем привет, наши дорогие любители Крыма! И путешествия! Многие из вас, кто приезжает в Крым, знают Крым как курорт, море, пляжи, солнышко. Вы нежитесь на солнце, купаетесь в море, отдыхаете, ходите в кафе, рестораны, оздоравливаетесь в различных СПА-комплексах, в различных здравницах. Но мало кто из вас знает настоящий Крым. В данный момент мы находимся в степной части Крыма, Сахский район. Село? Как? Известковое, да? Известковое. Село Известковое. Это село находится всего лишь в 19 километрах от ЖД вокзала города Евпатории. Уверен, в Евпатории многие из вас были, купались в нашем ласковом Черном море, нежились на песчаных пляжах, оздоравливались, приезжали сюда с детьми. Но уверен, никто из вас не заезжал в такую глушь. И цель этого видео не показать вам плохую сторону Крыма, а показать вам, как живет степной Крым, как живут и выживают крымские села, которые находятся недалеко от крымских городов. Ведь это не глубинка России, это не где-то за Уралом, это не где-то в Сибири в отдалении от дорог. До этих сел можно добраться на личном автомобиле. В некоторых ходит даже общественный транспорт, но не во всех селах жизнь бьет ключом. Погнали! Вот так выглядит бывшая остановка в селе Известковое. Это остановка общественного транспорта, который, я уверен, сюда уже давно не ходит. На остановке никто не ждет автобусов. И только одинокий черный котик увидел нашу машину, вышел встречать, может быть, он думает, что это автобус, и ему нужно куда-то уехать. Нет, это не автобус, он обнюхает машину и сейчас пойдет по своим каким-то делам. Ребята, здесь тишь, благодать, очень тихо, поют птички. И такое впечатление, что жизнь здесь полностью остановилась и замерла. Когда мы подъехали сюда, вот, из этого дома двухэтажного, он, я уверен, многоквартирный, вышли два мужчины и ждали. Я думал, чего же они ждут, может, они вышли перекурить. Но за ними подъехала машина, может быть, подъехал знакомый из Евпатории или из какого-то соседнего села, и они уехали по каким-то своим неотложным делам. Смотрите, вот такой старый дом, пристроен вот такой балкончик, первый этаж, второй этаж пристроен возле дома. Вот здесь вот есть такая лавочка. Лаундж-зона. Да, лаундж-зона, Ира, да, Ира уже язвить начинает. А именно вот этот пятачок, это место, куда приезжал общественный транспорт, где этот автобус. Раньше сюда, в эти села, ходили маленькие пазики. Он здесь разворачивался, и вот на этой остановке, которая когда-то была остановкой, он высаживал людей, брал людей, местных жителей, и отправлялся в свое путешествие, в свой рейс. Село Звездковое основано примерно в 1918 году. До 1938 года это была немецкая колония под названием Фрисшвиль. Здесь проживали преимущественно немецкие колонисты. В 1939 году здесь проживал 121 человек. Ну, а по переписи на 2014 год здесь проживал 87 человек. Возможно, сейчас и того меньше. Мы видим, что вот такие вот старые дома еще присутствуют. Ну, это многоквартирный дом. Сейчас здесь живут люди. Да, мы видели, что люди оттуда вышли. Я вам об этом говорил. В этом селе всего лишь две улицы. Как они называются, Ирочка? 1-е, 8-е марта, 2-е, 40-летие Победы. Да, ребята, вот так вот называется. И смотрите, вот такие вот заросшие приусадебные участки, будем говорить так, чья-то территория. Ну, старое село, очень зелено. Хотя, очень плохо, что не делают обрезку деревьев. Как-то мы идем, и такое впечатление, что мы в каком-то старом лесопарке. В очень старом лесопарке находимся. Но воздух здесь чистый. Воздух чистый, пахнет хвоей. Вот эти вот туи. Это не кипарейсы, ребята, да. Это туи. Растут туи и воздух хвои. Потом также здесь растет акация. Очень много акации. Это акация, я не ошибаюсь? Все правильно. Все правильно. Я думаю, здесь раньше было процветающее довольно село, деревня, не знаю. Так как высажено, почти бульвар. Было, я думаю, красиво очень. Да, ребята, действительно, здесь когда-то кипела жизнь. Сейчас, я думаю, что живет не 87 человек. Но люди здесь живут. И, как я сказал в начале видео, что общественный транспорт сюда навряд ли уходит. Мы видим, что местные жители вот здесь гуляют. Потому что выглянуло солнышко. Достаточно тепло. Температура воздуха сейчас на 14 октября, на день съемки, плюс 18 градусов. Люди живут здесь с детьми. Я не могу сказать, что это село сильно умирает. Вот закрытое здание. Это или почта, или сельсовет. Выходной день, ребятки. Сейчас подойдем, попытаемся заговорить связь с местными людьми. И они нам что-нибудь расскажут, если захотят. Ну, увидите. Вот такие здания старые еще сохранились. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Евгения и Ирина. Мы из Симферополя снимаем про жизнь в селе, в крымском селе. Потому что многие люди, которые приезжают в Крым, они не знают настоящую жизнь. Они видят море, курорты. Вы вот местный житель. Да, местный. А как вам живется здесь? Ну, как живется? Вот скажите, как можно жить в селе, в котором нет газа, нет дров, нет угля. Вода есть, у нас своя скважина. Спасибо, свет есть еще. Все. Ну, как можно жить в таком этот самом? Ну, естественно, что здесь, когда-то было подсобное хозяйство и патриаристского курорта, как терсовет распался, вот когда прислала Ридна Нынька. Она уничтожила все курорты. А я там видела, фермы были большие? Да, вот склады, фермы были. Сюда было трудно устроиться. Люди жили. Молодежь. Сейчас молодежь уехала. Одни старики пооставались такие вот, как я постарше. И внуков на выходные, да? Все, мы уже 70 лет, и уже, естественно, что. Ну, а так, и кому мы нужны? Если бы нашелся какой-то хороший предприниматель, земля есть. Взял бы какую-то работу. Ну, люди потянулись, обстали работать здесь. Раньше оно процветало, все было. Здесь и теплицы были, овощи выращивали, и коров держали, и птицы очень много было. Все было. А сейчас любое село возьмите. Благодаря Раисе Максудовне, это и развалило все. Ни садов, ни виноградников, ни хозяйства. Всю инфраструктуру уничтожили. А вот скажите, пожалуйста, школа, дети вот. А в школу у нас возит автобус детишек, но тут мало детишек, и возит в Добрушино. Вот я смотрю, остановка разрушена, наверное, автобус сюда уже не ходит, да, я так думаю? Нет, ходит. А, все-таки ходит, да? Автобус, потому что частный. А частный автобус, да? Да, ну, это же все, вы понимаете, это все, когда добытчики метаваллов. Видели, там забор был. Вот приезжают же, вот собирают. Легче списать на местных. Ну, да, что местные все разорвали. И мне не пойдет же местные ломать, там арматуру выдергивать, что-то это... А вот это вот здание, это что? Это был магазин. Магазин был, он закрыт, да? И магазина все ли нет? Да, уже давно нет магазина. А, нет магазина? Нет, люди вот ездим, я вот еще езжу, подрабатываю, и так все, как будто этот, надоедут в город скупиться. Ну, вы работали именно здесь, в селе, да? Я жил в городе, работал здесь, а потом дом здесь купил. А вот пенсия, вот сельская пенсия. Расскажите людям про сельскую пенсию в Крыму. За пенсию. А здесь региональная пенсия. Здесь сколько в Москве минималка? Ну, я не знаю, но... Ну, как, 20-25? Да, не маленькая минималка. Не маленькая. А вот у нас здесь не имеет значения. Вот у меня 45 лет стажу. Водительского. Работал это самое. Что касается Крыма, запросы делали, в Украине работал, это не дают ничего. Вот минималка 8 тысяч, ну, сейчас вот уже более-менее начинают поднимать. Перерасчеты делают, да? Да, перерасчеты, индексация идет там. Ну, все равно, это не пощадинь. Ну, все равно, это не пощадинь. Ну, все равно, там добавляют 200-300 рублей. Ну, конечно. То есть выживаете в основном из-за подсобного хозяйства, выживаете, да? Ну, огородик, что-то. Нет, я еще скажу, что стараюсь работать. Ну, еще и работать. Здоровья уже нет. И вы же видите, подсобное хозяйство, тут уже забрали все земли. Ну, кто держит скот, естественно, то так еще немного возят на рынок, сами торгуют. Так и кто там развеет, а тут торговать. Вы только что слышали, что нам рассказал местный житель, который здесь живет, который живет здесь, будем говорить так, выживает. Человек на пенсии. С пенсией 8 тысяч рублей. Если кто-то ослышался, я повторяю, 8 тысяч рублей еще работает, подрабатывает на пенсии. Да, газа нет, хотя, он говорит, рядом идет газовая магистраль. И некоторые из вас могут написать, нет газа, пол России без газа живет. Пускай спасибо скажут, что у них есть вода и электричество. Но, ребята, газ сюда не ведут, из-за того, что село считается неперспективным. Вода и скважин. В плане развития. Вода и скважин, кстати, да, не центральный водопровод. Но как это нет у села перспектив? Я не могу понять. Ребята, это прекрасные земли, где можно выращивать скот, где можно садить ячмень, пшеницу, где можно сельское хозяйство поднимать. Крым, это великолепные земли. Но могу открыть вам огромную тайну. В Крыму есть лимит по населению. Поэтому сюда не переселяют беженцев, переселенцев, как в старые времена, во времена послевоенные, когда население Крыма уменьшилось из-за Великой Отечественной войны. Сюда переселяли в эти села выходцев из Рязани, отовсюду, со всего Советского Союза. Хотя можно сюда заселить людей, ребят, ну можно заселить людей, дать им какие-то участки. И пускай они занимаются сельским хозяйством, создать им какие-то условия. И мы вместе с вами уже подошли к тем местам, где были коровники, свинарники. Здесь вы слышали, что, да, это коровники, свинарники. Это подсобное хозяйство и в Патарийского курорта было. Вот именно это село, ребят. Ну почему это все не возродить? Да, понимаешь, что вот это здание не восстановишь. Можно снести, построить заново, сделать нормальные рабочие места, создать рабочие места, дать людям нормальную зарплату и люди сюда потянутся, жить в селе, на воздухе, где есть нормальная зарплата. Почему бы и нет? Ну, много говорю, наверное, много вещаю. Вы же пишите свои комментарии, все новые зрители, конечно. Подписываемся на наш канал, прожимаем колокольчик, чтобы не пропускать наши дальнейшие видео. Также подписываемся на нашу телегу, на наш телеграм-канал. Ссылочка есть в описании видео и вы будете узнавать все новости из первых рук. Начинаем смотреть подсобное хозяйство. Вот это вот весовая, ребята. Ну, многие знают, что такое весовая. Заезжала пустая машина, взвешивалась, выезжала машина полная с продукцией и взвешивалась. То есть вес машины минусовался от веса вторичного. И вот так получался вес продукции. Да, все заброшено. Очень печально. Печалька, конечно, печальная, ребят. Ну, да. Жалко, жалко, что вот так вот умирает Крым. Умирает именно сельский, деревенский Крым. Он просто умирает. Умирают села Крыма. Из-за того, что кто-то посчитал, что эти места не перспективные. вот эти вот старые здания, ребята, небольшие домики. Это, скорее всего, ну, здесь сидели какие-то какой-то персонал. Скорее всего, я точно не знаю, потому что, ребятки, я вам не могу сказать. Я здесь не жил. Местный житель вам все рассказал. А мы вам все, конечно, покажем. Это какая-то площадка. Не знаю, что это за площадка. И, может быть, транспорт стоял здесь, да, и род мне говорит. Скорее всего, да, это была какая-то сельская автоколонна, будем говорить так. А это, может быть, будка диспетчера. Да, печаль печальная, ребята. В этом селе живут семьи с маленькими детьми. Да, здесь немного семей с детьми. Ну, посмотрите, вот такая вот детская площадка. Детская площадка. Ребята, я не знаю, как подобрать, какие слова. В городах строятся прекрасные, великолепные, новые детские площадки, спортивные уголки. В некоторых крымских селах, которые считают перспективными в развитии своем, строят тоже новейшие детские площадки, спортивные сооружения. но вот, что представляет детская спортивная площадка. Здесь дети играют, занимаются каким-то спортом, возможно, просто есть турнички. Именно здесь, в этом селе, известковое. То есть, власти про это село забыли и поставили жирный крест на этом селе. То есть, ну, ребят, как может нормально развиваться маленький ребенок, если у него нет пространства для игр. они играют только с собой, друг с другом во дворах, где они живут. Какие-то компьютерные, может быть, игры, если здесь есть интернет. Хотя, интернет здесь есть, но не сильный. Вся эта площадка поросла сухой травой. Вот трава уже высохла. И вы сами видите, неужели такое возможно? Хоть в этом селе и нет работы, но люди здесь живут. или выживают. Да, люди живут, кто-то подрабатывает, работает в других местах, кто-то занимается личным хозяйством, что-то выращивает, продает, возможно. Но, ребят, вот здесь жилые дома. Да, немножко все запущено. Где-то не наведен порядок, лоск. Такие дома немножко неказистые. Во дворах этих домов не сильный порядок, конечно. Какие-то боеголовки, снаряды стоят. Потому что не живут. Нет. Ну, ребята, сюда приезжают на машинах, у кого-то дома вполне более-менее приличные, ухоженные, также территории ухоженные возле домов. Вот так, смотрите, простенько и со вкусом. Взяли старые автомобильные покрышки, покрасили их в разный цвет, сделали небольшой полисадничек. Заборчики кое-где хорошие, кое-где не очень. Ну, вот этот дом заброшен, это заброшенное домовладение, конечно. Здесь живут люди, люди ездят за различными продуктами в город. У кого есть машина, у кого нет машины, просят соседей с автомобилем и продукты им привозят. Здесь даже нельзя купить хлебушка. Вы это слышали, ребята, хлебушка. Добрый день. Добрый день. Мы снимаем про крымские села, чтобы люди знали, что Крым это не только курорт, пляжи, море, а есть другой Крым. Вот мы говорили с вашим соседом, которому вы привозили что-то там. Нет, это не мой, я бы сама мне продукты привозила, потому что у нас нет магазина, мы едем в город, мы покупаем продукты и как-то вот бабушкам кто просит там или там маму я вот снабжаю. да, спасибо вам. А как здесь живется, скажите? Вот мы от одного человека уже слышали, вот от мужчины, как живется? Ну живем, я здесь живу с детства, все, ну как живется, живется хорошо мне здесь, я привыкла, но хочется и газа, и цивилизации такой, чтобы получше было, везде лучше, как бы деревни благоустраивают, все. А у нас не это самое. Ну вот я забыл спросить. газ, пишем, пишем, и при Украине писали, и при России пишем, и что-то нас вот так вот отталкивает, отталкивает, не знаю, почему мы никому не нужны, не знаю. Нас только вспоминают тогда, когда выборы. Когда выборы, конечно, они едут, они что-то там говорят, обещают, обещают, за деревню выехали, а потом спрашивают, вы в ЗИСКОМ были, а где эта деревня, какая эта деревня? Ну ты ж только выехал с этой деревни. А вот вы сейчас имеете возможность обратиться к депутату, за которого голосовали, сказать ему, выполнил он требования вашей просьбы или не выполнил через объектив нашей камеры. Я не помню, за кого я ее называла. Ну не важно, вы же... Депутаты. Депутаты, да. Помогите нам, нашей деревне. Помогите. У нас водопровод старый, вода есть, свет есть. Все у нас такое вот, ну хочется газа, чтобы у нас вот это вот, ну... Газ на заправке. Да, газ на заправке. Заправляем газом или там вот дровами, уголь покупаем и все. А пенсии... Мизерные пенсии. А скажите, пожалуйста, если кто-то заболел, мало ли что-то, фельдшерского пункта у вас нет, так же, как и магазина нет, конечно же. Фельдшерский пункт у нас в Добрушине. Но скорая приезжает, приезжает скорая быстро сюда. Говорить нечего. Вот сколько вызывали, сколько обращались, скорая приезжает, вот по поводу этого. Ну вот так вот магазина, уже и... Здесь остались эти бабушки. Здесь у нас очень хорошее место. хлеб не могут. Машина ездит, полтора километра. У нас здесь тихо. И даже хлеб не может бабушкам завезти. Ну вот написано, что в 14-м году по переписи здесь проживало 87 человек. А сейчас, я думаю, ну, может быть, человек 40-50 максимум, да? Какой там пройдет, пустые дома? У нас вот этот дом пустой. Эти еще дома немецкой постройки 35-го года. Вот здесь же колония немецкая была, да? Да, вот они вот... Это вот все вот немецкие дома. Фришвель. У нас деревня Фришвель была. Вот. И вот они, эти 65-го года, эти 35-го года они были. Так они лучше выглядят, ну, то есть, состояние их лучше, чем вот эти вот, что дома построили. А так у нас хорошо. У нас раньше здесь называлось золотое дно. Мы же раньше, как вот, если вам Леня рассказывал, было здесь подсобное хозяйство, это епатерийского курорта. Здесь мясо, куры, яйца, молоко, все овощи. Все снабжали Евпаторию. И относились мы раньше к Евпатории. А не к Сакам, да? Не к Сакам. А потом нас кинули. И вот в этих бараках сделали по... Если один человек жил, там 6-7 сделало. Вот, потому что как? Приехал, поработал, уволился, ничего тебе не понравилось, увольняйся, освобождай другому место. Вот так вот было. Строиться не разрешали раньше. Ну, как раньше, как строиться и не построить. А сейчас-то тем более. Мы за газ воюем уже, наверное. Воюем и воюем и воюем. Я не знаю сколько. Очень много. Еще при Украине воевали. Сейчас две трубы рядом идет. Председательша приезжает, обманывает нам. Короче говоря, то в том году, то в следующем году. А сами не фига не делают. Ну, вот так вот. Обещают, обещают. Когда ей что-то надо. Или выборы какие-то. Или что. Вот тогда она приезжает. Она вот уже года 4, наверное, или сколько. Она если приезжала сюда раза 3, когда ей нужно было. И все. Больше ее здесь не видно. Повешайте хоть 3 лампочки. Выйдешь в темно. Ну, не видно, куда идти. У нас денег нет. Нам деньги не выделяют. И сейчас мы сейчас с вами зайдем в дом, который старой немецкой постройки. Ребята, ну вот брошенный дом. Все поросло. Смотрите. Да, остались занавески на этом доме. Мотошлем здесь висит. Счетчики электричества на доме висят. Электричество подведено. То есть такое впечатление, что здесь кто-то живет. Но в данный момент здесь никто не живет, ребятки. Вот эти вот старые домики, маленькие. Хотя на входных дверях висят замочки. Также возле дома есть сарайчик и погреб. Смотрите. Вот такой вот погреб. Раньше во всех домах были погреба. Вот лестница в погреб. Туда я опускаться не буду, конечно. Хотя давайте опустимся туда. Здесь полно паутины. Немножко вот так. Там что-то складировано. И немножко обойдем этот небольшой домик. Сзади за домом различные хозпостройки. Туалет типа сортир. Все это заросло. Летний душ. Ребята, здесь прекрасные пахотные земли. Вот там вот поля простираются до самого горизонта. Да, конечно, здесь все в таком заброшенном состоянии. У соседей есть корова. Выращивают корову. Вот так все это немножко печально выглядит. И давайте зайдем в еще одну калиточку. Маленькую калиточку. Здесь, конечно, все заросло. Ребятки, сейчас немножко протиснемся. Эта часть дома. Дом как бы типа на два хозяина разделен. Эта часть не жилая. Здесь паутина, пауке. Но зайти мы туда, к сожалению, не сможем. Висит, вы видите, замок. Все закрыто. Хотя никто не живет, но замок, конечно, висит. Видно, что сюда давно не заходили люди, потому что приходится так вот пригинаться, ползком-ползком заходить. Да, вот Ира определила, что дом, да, если вот дать должный уход этому дому, то ребятки строили раньше на славу. Вы слышали второе интервью от местных жителей. И что хочется сказать? У них какая-то боль, крик души. Обращение к депутатам, за которых они голосуют. Которые их вот, они сказали дословно, нас кинули. Да, действительно, ребятки, так и есть. Во многих местах, вот в таких местах, в таких селах, про этих людей вспоминают не когда нужно провести им газ, водопровод. А перед выборами, чтобы люди проголосовали за них. А потом быстро забывают. И очень плохо, очень жаль. Так не должно происходить. Я жду от вас комментариев. Сталкивались вы с таким, не сталкивались. В порядке этой вещей. Или так не должно происходить. Действительно, когда говоришь с людьми, видно, что они стараются жить здесь. Какие здесь душевные люди, действительно. Выживать. Но, ребят, поймите одну вещь, что нельзя ставить людей в рамки. Вот так загонять в рамки, в грань. И давайте посмотрим еще один брошенный дом. Вот еще одно брошенное домовладение. Оно находится с другой стороны улицы. Как раз и рядом с фермерским хозяйством. С бывшим фермерским хозяйством этого села. И действительно, вы слышали, что люди говорят, назывался Золотой поселок. На дверях этого дома тоже висит навесной замок. Опять же, зайти во внутрь мы, к большому сожалению, не сможем. Мы не будем срывать замки. Внутри я вижу складированные пластиковые окна, рамы. Возможно, это чей-то дом, и его хотят возродить. Хотя, ребята, здесь очень много паутины. Окна выбиты. То есть, у этого дома есть владелец. Может быть, кто-то его хочет для себя возродить. Электричество подведено. Да, ребята, воздушка электричества подведена к дому. Но есть хоз постройки. Это уже соседний участок у нас. Заходим, смотрим. Очень много колючих, сухих колючих. Очень-очень много, конечно же. Так, что у нас здесь есть? Здесь есть вот такие маленькие сарайчики подсобные. Конечно, все это разрушено. И этот дом уже у нас без окон. И, я надеюсь, без дверей. Скорее всего, окна выбиты. Вход с другой стороны. Ну, смотрите, вот так выглядит дом. Этот старый дом. Сможем ли мы туда зайти или нет? Возле этого дома есть также погреб. Такой старый, добротный погреб, ребятки. Ничего себе. Да, круто, конечно. Этот погреб уходит прям под дом. Давайте в него залезем. Здесь прохладно, так холодочком видит. Да, прям под весь дом. Погреб под всем домом, ребята. То есть, это, будем говорить, цокольный этаж дома. Кстати, да, мы уже находимся в самом доме. Вот он дом. Вот он, видите. А вот это вот погреб. Вышли из погреба и обходим дом с другой стороны. Ищем вход. Вот, под ногами очень много ракушника, камней. Все это разрушено. Да, ребята, даже стены порушены. Прикольно, конечно. Все заросло. Такие вот тропиночки здесь есть. Так, вот он непосредственно, будем говорить, вход в дом. Я нашел вход. Но в погребе мы были. Пол разрушенный. Кровля, вот с вами, сами видите, кровля обвалилась уже. И пол тоже провалился. Здесь ничего уже нет. Сегодня мы посмотрели очередное видео из цикла Крым, которого больше нет. Мы показали вам еще одно село, которое, ну, люди сами сказали, что местные власти считают неперспективным. Понравилось вам, не понравилось? Пишите обо всем в комментариях. Если кто-то здесь живет или когда-то жил, жили чьи-то родители, деды, прадеды, бабушки, прабабушки, вы знаете что-то о жизни этого села? Пишите в комментариях. Интересно будет послушать, прочитать. Почитать, да. Пишите очень много. Ну, а на 7 не смеем вас задерживать. И это видео мы просто вынуждены на сегодня закончить. Да? Всем пока. До встречи в следующих выпусках.